МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Из всех шумов, известных человечеству, музыка для нас – шум самый дорогой. Это не я сказал, это давно Теофил Готье. Сегодня час пик для одного из самых популярных исполнителей. Валерий Меладзе, добрый вечер. Добрый вечер. Я не ожидал, что окажусь в этой программе. Я счастлив быть здесь у вас в гостях. Ну а теперь о вас правду и только правду. Валерий Меладзе, 31 год. Родился в Батуми. По гороскопу Рак, но назад никогда не пятится. Прежде чем покорить музыкальный Олимп, успел получить диплом кораблестроительного института в городе Николаеве и окончить аспирантуру. Параллельно занимался музыкой. В 90-м позволил себе забыть о чертежах и кораблях и отважился принять участие в конкурсе «Ступень к Парнасу». Его заметили, но лауреатом он не стал. Три года вместе с братом работал в группе «Диалог». В 94-м появился в рождественских встречах Пугачевой и сразу же приобрел миллионы поклонников. Закономерным стало и признание его открытием 95-го года. Лауреат профессиональной премии «Звезда» и национальной премии «Овация». Выпустил альбом «Сэра», а 7-го октября отметил выход нового диска «Последний романтик». Любит поиграть в нарды, домино и вкусно поесть. Женат, дочь Инга. По мнению друзей, и скромен, и добр, но временами вспыльчив. Ведь он, как ни произноси, меладзе. Валерий, начну, может быть, не очень приятно для вас. 300-летие российского флота, наш флот переживает далеко не лучшие времена. Вы, дипломированный кораблестроитель, почему вы не исполняете свой гражданский долг, отлыниваете? Отчего ж меня не призывают, а так, возможно, я бы действительно ушел бы от этого своего долга. Мне кажется, что лучше у меня получается петь песни. Во-первых, мне эта профессия нравится, потому что это все-таки мирная профессия. Во-вторых, я не вижу смысла в том, чтобы заниматься каким-то военным ремеслом. А вы, когда вы учились, у вас была бы военная специальность, да? То есть, вы были бы специалистом по военно-морскому флоту? Вы знаете, да, у меня параллельно есть специальность военная. Я командир БЧ-5 ББК-61 проекта. Опа, это пушкарь по-военному? Нет, это... Боевая часть 5. Боевая часть 5, это машиноотделение. А, вы двигателист? Да. Вспоминая ваше босоногое студенческое детство, мне говорили, что тогда вы уже пытались заниматься предпринимательством. И вспоминая ваши слова из песни, из песни, как известно, их не выкинешь. Боже, храни тела и души студентов, не осуждая их молодые забавы, убереги от несчастливых билетов и материально помоги. Вот материально себе помогали? Не особо получалось, откровенно говоря. Вы же торговали там чем-то, я знаю. Да нет, что вы. В то время особо торговлей студенты не занимались. Это было довольно-таки приятное, счастливое время. Единственное, иногда где-нибудь, когда нас посылали в колхоз, там что-то, платили какие-то копейки и всегда нас обязательно обманывали. Ну и потом еще на плавпрактике была возможность заработать какие-то деньги. Но я потратил их там же, все заработанные деньги. Откуда тогда, если вы говорите о том, что вот вы были такой скромный и ездили на картошку, откуда тогда обсуждаемый во всех кругах нашего общества некий довольно серьезный снобизм? Говорят, уважаемый Валерий Меладзе, что вы на гастролях не селитесь в номера, если санпринадлежности не сделаны, по крайней мере, из серебра или платины, либо хотя бы нет видеомагнитофона в номере. Это ложь. Я не знаю, как мне сейчас доказать, что, в общем, мне достаточно всего лишь горячей воды, телевизора, какой-нибудь более-менее нормальный, желательно с пульта, потому что, когда устаешь, хочется все-таки сесть в кресло, включить телевизор и пощелкать какие-то каналы. И нормальная кровать. В принципе, ну, естественно, чтобы было чисто, а покрытие сантехнических принадлежностей, в общем, не имеет для меня особого значения. Ну, пока не написана ваша биография, официально не издана, мы вынуждены питаться слухами, и, может быть, даже не из добросовестных рук. Говорят, простите за это, но действительно говорят, что трехнедельный носки-пиджак вы считаете уже старой вещью и дарите его либо беженцам, ага, в точку, да, либо друзьям или знакомым, правда? Говорят, дело в том, что я его не дарю друзьям, потому что это уже не совсем качественная вещь. Я думаю, что многие артисты со мной согласятся, что когда после того, как отработал концерт, и внутренняя часть, иногда и внешняя часть пиджака намокает, естественно, от труда, который вкладываешь, выкладываешься, и, ну, сами понимаете, от чего это может намокнуть все. Вот, волосы мокрые там все. Все это со временем, да, и тут же все это складывается в кофр, потом это складывается вдвое, и дальше следует переезд, и во время переезда не получается это все как следует просушить, прогладить и так далее. Потом приезжаешь в следующий город, все это гладится. Вы хотите сказать, что действительно в поте лица зарабатываете на хлеб насущный, да? Я думаю, что те люди, которые... И пиджаки этому свидетельству. Да, по крайней мере, да. Как свидетельство можно предоставить пиджак, но, в принципе, те люди, которые бывают на наших концертах, они видят, что действительно мы честно трудимся. А правда ли то, что вы начинали как сольный исполнитель с поэзии Арсения Тарковского? Да, только не как сольный, а в группе «Диалог», вообще группа «Диалог» очень дружила с Арсением Тарковским и с его поэзией. И даже существует письмо, которое Арсений Тарковский написал Кему Брейдбургу, руководителю группы «Диалог», что ему очень нравится, что группа «Диалог» популяризирует его стихи посредством наложения на них музыки современной. Ему это очень нравилось, и он это поддерживал. А чья это была идея на стихи Тарковского? Это же все-таки качественная поэзия, да? Это совсем не популярная музыка. Безусловно, да. Это очень сложная поэзия, и музыка у нас была столь же сложна. Все это я должен сказать, не приписывая себе лишних регалий. Все это придумал Ким Брейдбург, руководитель группы «Диалог», а я в то время был просто исполнителем. И все это исполнял так, как я это мог себе представить, и как я мог это преподнести зрителям. У нас вышел достаточно серьезный альбом с группой «Диалог» в стиле арт-рок. Я горжусь этой работой, но в то время она особо никому не была нужна. Может быть, настало время переиздать этот альбом, потому что, как мне кажется, от суперлегкого жанра публика уже подустала, правда? В общем, да. Но, позвольте с вами поспорить, у нас не суперлегкий, может быть, достаточно легкий, причем для восприятия легкий, но не для исполнения. Я в данном случае не о вас говорю, вы меня, да. Не так поняли. У нас достаточно много суперлегких, то есть представителей суперлегкого жанра. Может быть, мы думаем об этом. И третий альбом, но вы знаете, брат мой Константин, который, в общем, разрабатывает основную концепцию каждого нашего альбома, каждой нашей программы, он считает, что лучше сделать в таком стиле новую программу, нежели возвращаться к старому. То есть, возвращаться к старому, это, наверное, не очень хорошо показать. Когда-то великий Ширвинд сформулировал одно определение. Театральный мир он назвал террариумом единомышленников. Как вы относитесь к вашему музыкальному миру, миру популярной музыки? Вы дружите с кем-то из известных исполнителей? У меня практически со всеми приятельские добрые отношения. В общем, у меня нет никаких причин на кого-то обижаться. И мне кажется, что и ни у кого нет причин обижаться на меня. Другое дело, что я так практически не приобрел по-настоящему близких мне друзей в музыкальном мире. Ну, может быть, это ребята из группы Астудио. Это очень хорошие, душевные, интеллигентные люди. С ними просто всегда приятно видеться. Валерий, не знаю, останетесь ли вы после того, что мы сейчас увидим и услышим в прельских отношениях с вашим миром. Но мне кажется, в интервью «Вечерней Москве» вы были более откровенным, чем сейчас. Пожалуйста, цитаты. Интересно. Валерий Меладзе Вот здесь я с вами согласен гораздо больше. Действительно, у нас популярной музыки качественного немного. Ну, давайте не будем об этом. Музыку надо слушать, что о ней говорить. Да, но я могу сказать по этому поводу, что, знаете ли, мы музыканты, так сказать, люди противоречивые. Когда-то я мог сказать эту фразу. Я, в общем, согласен абсолютно с тем, что я сказал. Да, согласен с собой. Это приятно, когда человек живет в согласии с собой. Сегодня у меня более благодушное, доброжелательное отношение. И не хотелось бы о плохом. Хорошо. Вас называют по музыке, которой вы занимаетесь, по текстам песен, вас называют романтиком. Когда-то Жюль Ренар, французский писатель, сказал, что романтики – это люди, которые не знакомы с оборотной стороной явлений, с плохой стороной явлений. Вы, в конце концов, существует такой термин – лицо кавказской национальности. Даже по фамилии, Меладзе. Неужели у вас не было по жизни проблем с этим? Вы знаете, может, даже и были, но они не столь глубокие, чтобы оставили в моей жизни какой-то след или озлобили меня каким-то образом. Безусловно, и в институте я встречался с таким отношением к себе. Даже когда я прекрасно знал предмет, мне могли поставить тройку, потому что думали, что я просто переписал элементарно. Купил что-нибудь. Где-то там с какой-то шпакал. Крузин взял, купил. Или купил, может быть, да. Но, с другой стороны, многие преподаватели в то же самое время, наоборот, были настолько удивлены и обрадованы, что вот человек, который относится к категории тех людей, которые могут все купить, и вдруг он не покупает, а просто начинает глубоко изучать данный предмет. И, наоборот, относились очень хорошо. А вас обижают анекдоты о грузинах? Вот ездить на троллейбусе, как все, например. Нет, чего же. У меня с чувством юмора все в порядке. И я сам иногда даже рассказываю о грузинах. И даже иногда себя, как действующее лицо. Любимый анекдот какой про грузин? Ну, хорошо. Буквально первое, что приходит в голову, один грузин другого спрашивает. Слушай, Гоги, ты помидори любишь? Он говорит, если кушать, да. Так вообще нет. Да, это замечательно. Но он уже известный. Но теперь тогда о серьезном. Замечательная грузинская культура, очаровательный тип людей. И вот год назад я был в Тбилиси. Это было очень грустно. Что грузины сделали со своим городом? Красивейшим городом? Знаете, я по этому поводу хотел бы много вообще чего сказать. Я не знаю, хватит ли времени передачи. Мы были месяц назад в Тбилиси. Самое главное, что меня порадовало. Ведь на любой факт можно смотреть с двух сторон. С оптимистической и с пессимистической стороны. Я, например, на все посмотрел с оптимистической стороны. И мне понравилось то, что тем не менее, несмотря на то, что на улицах, конечно, город выглядит не так, как он выглядел раньше. Но тем не менее, люди остались такими же теплыми, такими же добрыми, такими же чувственными. Они прекрасно принимали нас, наши концерты. И все-таки вы продолжаете оставаться романтиком, я смотрю. Еще одна сторона Валерия Меладзе. По интервью я знаю, что когда-то вы занимались спортом по прессе, проходило. Сейчас вы по фигуре не производите сильно впечатление спортивного человека. Почему случается так? Если у человека голос, он склонен к полноте. Я думаю, что вы на пути к настоящей славе, поскольку до объема повороте или кабалье вам еще жить и жить, слава богу. Но связаны ли эти вещи? Вы знаете, они и связаны, но с другой стороны можно от всего этого уйти. С одной стороны, резонатор необходимости. Резонатор это что? Это вот эта часть, в которую человек набирает воздух и резонирует при этом еще. То есть не только работает связками. Вот в чем секрет поворотте-то. Конечно. Так что не судите строго певцов, которые поют высокими голосами, тенорами. Но в принципе от этого можно уйти. К примеру, Хоса Карерас, он достаточно стройный мужчина и при этом поет очень неплохо. Будем считать, что исключения подтверждают правила. Да. Хорошо. Теперь я не очень люблю отечественную популярную эстраду, этот жанр, поскольку мало достойных образцов с моей точки зрения. Но вот одна песня, одна из ваших песен, она просто запала мне в душу. Да. Я спинным мозгом, как говорил один из замечательных персонажей, спинным мозгом чувствую, что за этим какая-то конкретная история. Да, может быть это трагический случай в моей жизни. Я встречал много девушек из высшего общества. Я всегда настолько смущался, что в общем это явилось стимулом в жизни, в моей. И я чего-то добился. Многие из этих девушек, конечно, кусают локти, но уже не вернешь прошлого. И так уж случилось. Ничего уже сделать нельзя. Грустно. Был у меня заготовлен вопрос о самых шумных, самых замечательных ваших гастролях. Может быть вы вспомнили бы, отвечая на этот вопрос, какую-то историю смешную или грустную. Но тут вдруг недавно публикация скандальной случаев Чувашии. Президент Федоров принял вас как родного сына, а вы, если верить прессе, а не верить прессе это большой грех. Вы просто взяли из кассы 8 миллионов рублей и были таковы. Что я могу сказать по этому поводу? Своё оправдание. Своё оправдание, естественно. К президенту Федорову я отношусь с глубоким уважением. Естественно, мне вдвойне неприятно, после того, как мы с ним ещё и встретились, после этого вдвойне неприятно было отменить концерт. Но, во-первых, когда чьи-то недостатки в работе, я имею в виду тех людей, которые должны были всем этим заниматься, это филармония, ещё там посредник была, женщина, я не намерен отрабатывать. Бесплатные концерты мы даём только тогда, когда мы хотим. В чём там ситуация была в итоге? Поскольку затронуты в вашем, с моей точки зрения, честь и достоинство. В чём конкретно ситуация, если коротко? Да, коротко. Значит, мы приехали в город, а во всём виновата, значит, та ситуация, что был посредник. Мы не общались на прямом месте. И посредник занимался продажей билетов? Она должна была это контролировать, но она не проконтролировала. Значит, мы приезжаем в город, в городе не продано практически билетов нисколько, потому что висит одна кривая афиша. Вот, мы приезжаем, видим, что народу нет, и мы, значит, отменяем концерт, потому что, в общем, петь было практически не для кого. Что происходит? Естественно, были какие-то расходы. Я не вдаюсь в эти подробности, но я знаю, что была оплачена гостиница, автобус и мой билет до Москвы. Вот этих ровно денег, значит, не хватило. То есть, взял не я их, а они были переданы, там, непредственно, АТП, там, ну, это бог с ним, да. Вот. А пришли почему-то за деньгами ко мне. Были ясно. Причем органы правоохранительные. Мне было ужасно неприятно. Более того, мы не хотели совершенно раздувать никакого шума, но оттуда вдруг пришла информация совершенно искаженная, и мы были вынуждены собрать пресс-конференцию и расставить все точки над «и». Я бы очень хотел как можно скорее забыть этот инцидент. Тем более, что для меня, честно вам скажу, деньги, как для романтика, не имеют, в общем, особого значения. Замечательно. И теперь под конец. Раэль в кустах. Вот это калькулятор. И сейчас я бы хотел вам рассказать о том, о чем узнал сам не так давно. Но в этом году Организация Объединенных Наций выработала новые критерии оценки качества человеческой жизни. И это совсем не количество долларов на душу населения, или количество услуг, и так далее, и так далее. То, к чему мы привыкли. А это совершенно другие гуманитарные человеческие критерии и человеческие ценности. Я хотел бы на вас, впервые сейчас в прямом эфире, проверить эту систему, которую распространяет на весь мир Организация Объединенных Наций, и выяснить вашу человеческую состоятельность. Мне само очень интересно. Итак, отнеситесь к этому почти как к шутке, но в каждой шутке есть доля шутки. Быстрые ответы на вопросы. Первый вопрос. Цена вопроса 5 баллов. Сколько бабушек за свою жизнь вы перевели через улицу? Итак? Не помню. Ноль. Вам защитуется. Ну, ладно, хорошо. Ну, если не одной бабушки. Нет, бабушки были. Сколько раз за последнее время вы давали в долг? Цена вопроса 10 баллов. Немоверное количество раз. Вы заработали 10 баллов. Сколько писем за последний год-два написали друзьям, родным, близким? Ну, пару, не больше. Ну, из 20 баллов, ну, зарабатываете 5. 5 баллов, да. Голосовали ли вы за президента нашей страны? Ходили ли вы на выборы? Я не говорю о том, за кого вы конкретно голосовали. Я принимал участие в предвыборной кампании, но я гражданин другой страны, к сожалению. Но вы принимали участие в предвыборной кампании. Вы заработали 20 баллов. И последний вопрос. Готовы ли вы в любой момент бросить все и начать сначала, если это во имя вашей любви? Я делал это неоднократно. Я думаю, готов. Цена вопроса 100. Вы заработали таким образом 135 баллов и подтвердили свою человеческую состоятельность. Спасибо вам большое. А о том, каков вы на сцене, я думаю, зрители знают и без меня. Спасибо вам. Это был Валерий Меладзе. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова